Начало второго на часах, да, это программа, сделанная в Вятке. Добрый день еще раз, меня зовут Владимир Сметанин, я приветствую гостя студии. Это Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук при ВятГУ, президент Вятского ретроклуба. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый день. Ровно две недели назад, как раз таки в это время, мы были в этой студии и начали разговор о развитии автомобильного транспорта в нашем городе, в нашем регионе. Вспомнили и первого вятского автомобилиста, купца Кузьма Лаптева, поговорили о том, как постепенно число автомобилей в нашем городе начинало увеличиваться, потом во времена революции, после революции они, собственно, приближали государству, национализированы и так далее. Поговорили про военное время, о том, как в Великую Отечественную весь практически автомобильный транспорт искировал, ушел на нужды фронта и обратно не вернулся. Вот давайте еще несколько слов про то, что, ну так, в двух словах напомним, что было после войны, после Великой Отечественной, и далее уже к 50-м, к 60-м, в первую очередь, мы будем возвращаться. Ближе к митофону. Конечно же, война оставила... Автомобилистам, в первую очередь, интересно. Война оставила регион без автотранспорта. С началом войны все автомобили были мобилизованы в колохозах, в городах, в организации. Сбор был на Степана Халтурина 2, там забирали эту технику, ремонтировали, отправляли на войну. После войны, ну, в войну были газогенераторные машины. Газогенераторные... Это машины на дровах. Было специальное устройство в виде такой печки за кабиной, и топились дровами, потому что бензина было очень мало, и весь бензин шел для нужды фронта. И вот, подожди, это топилось дровами, то есть пар, пар испаряется, и он что? Против, там не пар, там образовался горючий газ при сжигании дров в условиях малого доступа воздуха. И топилось как на газу, вот, на этом элементах сгорания. И чем было удобно, например, вся дорога до Суны была в войну вымощена брусчаткой деревянной. И если это газогенераторная машина, лесовоз, там, или грузовик, ехал, и у нее топливо заканчивалось, водитель останавливался, из мостовой себе топливо... Так постепенно так ведь можно выливал. Можно было выбрать... Мощность была очень малая, конечно, вот их машины водители угорали, травились в кабинах, особенно зимой, ведь не было отопления. Вообще нужна была физподготовка, отдельно крутить руль, тяжелый такой, в ЗИС-5 или в ГАЗ-А, без гидроусилителей, вот, топить дровами, чтобы она ехала. И я думаю, что эти машины, они выполнили свою миссию, вытащили остаток войны, сельское хозяйство, леспромхозы, еще что-то. По техническим характеристикам эти автомобили, с какой скоростью они могли длиться? 20-30 километров в час, не более. Ну, у нас сильно приукрашено, вот, конечно, был знаменитый фильм, по сценарию Альберта Лиханова, про усиленную базарную площадь, и там машины хлеб развозили по городу. Были обычные бензиновые машины, ГАЗ-А, но на самом деле, вот в таких организациях войну автомобилей было очень мало. У меня бабушка работала начальницей управления продать товары в войну, и вот хлеб по магазинам развозили вручную. Была тележка с колесами, грузили туда на магазин Бухан, и обломбировали, человек опрался, вот, вместо лошади впрягался и вез таким образом. Ну, может быть, были и машины, но... Это не меры предосторожности для того, чтобы, не дай Бог, не украли, да? Там ведь, по-моему, были дела, когда... В отдельных местах были, что красноармеец сопровождал, вот даже, ну, опять, не из той эпохи, республика Шкид, но там вот подобная же была повозка, там... У нас, я не знаю, сопровождали ли народ, в целом был войну законно послушный, да и законы были такие, что, в общем-то, мало бы не показалось за воровство. Вон, за любое хищение, надо серьезное наказание. Ну, вернемся к автомобилям. Да, Воник. После войны очень медленно все восстанавливалось. Газогенераторы, они еще для чего использовались? Что после войны, когда стали отменять продукты по карточкам, в первую очередь, вот, в Ирове почему-то появилась творожная масса и пирожки. И пирожки были горячие, потому что их продавали с газогенератора. Вот, например, приезжала на театр у машины, и прямо вот на этой печи стоял чан с пирожками, с ливером, например, и их продавали. Они горячие были. Разогревались, да? Да. Приготовлены. По этой главе в книге называется «Пирожки с газогенератором». Я напомню, да, про вашу книгу, это «Автомобильной рядки 100 лет». Вышло ровно 10 лет назад еще книжку. После войны, конечно, и наша промышленность была разрушена, но зато... Стала работать промышленность Германии по репарациям, то есть в плане восстановления нанесенного ущерба. Импортная техника пошла. Да, поэтому даже в самой захудалой авиационной деревне где-то после войны сложно было убить наш мотоцикл, потому что их было очень мало, зато элементарно можно было прийти на почту и через посолторг заказать БМВ. Да вы что? И спокойно. И кому это было доступно? Да нормально. Сколько это стоило? Ну, колхозники, конечно, бедные работали из-за трудодни, но, например, люди, которые зарабатывали на железной дороге где-то, на заводах, то они вполне могли... Это можно было, да? В 50-е, да, я знал БМВ. От силы был. У меня был дед в Слободском, дядя Саша Знаков, он очень хороший человек, такой один из первых мотоциклистов еще довоенных, он сравнивал, что вот и на Харле это ездил, на Ленд-Лизовском, и на наших-то, и лучше всего БМВ, конечно, даже заводился, когда было минус 35, у него жена садилась, металл настолько застывал, что она хваталась за заднюю ручку на сиденье металлическую, ручка от мороза ломалась, вот. А тем не менее мотоцикл заводился. Ну вот постепенно, постепенно стало у нас пополняться наше автохозяйство, автопарк. Ну, конечно, были М и были ГАЗ-67, вот если вспомнить знаменитые фотографии, это Дом Советов, перед ним лужа, лужа гуси плавают, извинья лежит вот прямо перед входом со стороны театральной площади, и там стоит пара М-ок черных, там джипик ГАЗ-67, ну вот народное хозяйство стало пополняться. На этих автомобилях пришло очень медленно. По правительству, да? Да, это наше правительство. У гостиницы центральной стояли чиновники, и партаппарат, МВД, армия, вот. Ну, нужды стали пополняться, конечно, и на заводы приходили машины, в основном старые, списанные, СИС-5, вот эти же ГАЗ-А, они не отапливались, работа была очень тяжелая. И даже вот если не было отопителя в машине, то водители пропиливали в полу дырку, чтобы горячий воздух от двигателя попадал в кабину. Каким-то образом даже погревалось. Ну, наверняка, выдумывали что-то еще, пытались доработать. Может быть. Да, что-то устанавливали, а что-то дорабатывать. Ватные штаны, вален, вален еще шубин, чтобы его целый день на морозе не представляли. Да вообще нам повезло, что мы сейчас живем изнеженные. Мы сейчас вот садимся в машину, если в жару нету кондиционера, это уже напрягает, что это в жару там ездить на машине без кондиционера. А вот жили бы мы, ну, скажем, 50-е, в начале 60-х была бы где-нибудь дача у нас в районе, скажем, поселка Костины. Ну, в лучшем случае был бы мотоцикл с Аляской. Кстати, мотоциклы стали продавать тяжелые, где-то в конце 50-х годов население. Тяжелые, да, вы имеете в виду. Типа Урал, вот они назывались М-72Н, его стали продавать с 57-го года гражданскому населению. А где именно? Он где-то стоял? Ну, там запись была, там сейчас вот самую крутую иномарку в автосалоне легче дождаться, чем тогда мотоцикл. То есть люди не видели, на витрине не было? Нет, передовики на заводах стояли, там в очереди еще кто-то доставали, видимо, было по записи, это я еще застал тогда. Я работал в редакции газеты, это уже в 80-е годы ходили там люди из смежной редакции, скажем так, что давай подпиши за меня, что вот я в очереди на машину, мне характеристику дали, и я вот в городе стою. Ну, им тогда мотоциклы вот стали продавать в это время. И если бы мы жили тогда, то вот сейчас на дачу, это все в любую погоду, посадил бы тещу, там, за спину, жену с казинами в коляску, и тяжелый руль какой-то по ухабам. То есть это такая типичная картина для Кирова того времени. Это бы считалось, это круто, это бы до поздней осенью, там, что человек куда-то не ждет часами автобуса, может добраться. Вот я такой один мотоцикл купил, и его владелица, она была дочка хозяина, она со слезами на глазах вспоминала, что вот я в 58-м году родилась, папа только что купил мотоцикл, когда разрешили, и из роддома меня забирал, вот в коляске меня везли, жаль было. Но этот сохранен мотоцикл действует и поныне. Вы сейчас в ретроклубе, да? К тому же нельзя было... В ретроклубе? В ретроклубе, значит? Да-да-да, у нас, конечно, 9 мая, на парадах он всегда... А так прийти к вам посмотреть, завести, можно? Можно подъехать. Можете подъехать, то есть зарегистрируемся в порядке? Да, конечно, могу подъехать здесь по площади. Я все думаю, что сейчас будет хороший бизнес, вот прийти на площадь, поставить этот мотоцикл, рядом Виллис, форму армейскую, пулемет какой-нибудь, типа Дегтярева, и фотографировать. Где-то это на юге, развито, в Петербурге, ну ладно, это мы так, это мечты, может быть, когда-то и будет. Давай сейчас небольшую паузу сделаем, перерыв и продолжим. А, мы не прерываемся? Хорошо. Ну, тем лучше. Хорошо, давайте. И не только мотоциклы, но и джипы нельзя было. Вообще, вот все УАЗИ и ГА-69, все машины повышенной проходимости, они до недавнего времени ставились на учет в военкомате, а раньше вообще нельзя было. На случай военного времени, чтобы... Да, они подлежали изъятию, мобилизации, не знаю, насколько это было, и мотоциклы тяжелые. А, кстати, позже и с НИВами, и с УАЗИками, та же история. Ну, НИВа не знаю, но УАЗИ, да, УАЗИ. А тогда вообще нельзя было. Вот этот же дядя Саша, вот из Слободского, дед, который из ранних вайперов, у него был Виллис, и он год не мог поставить на учет. Его терзали всюду, и в РУВД, в милиции, и чуть ли не в ПГБ вызывали. И он писал бумаги, зачем ему нужен автомобиль повышенной проходимости, куда он собирается на нем ездить. А вообще процесс регистрации автотранспорта в 50-е, 60-е годы? В ГАИ переселили... Какой был? Давайте поэтапно все-таки. Регистрация у нас была... Вначале отдел ГАИ был на улице Молодой Гвардии, вот рядом был деревянный дом, там деревянный дом рядом с УВД, а сейчас там новый пристрой, по-моему, и там было маленькое отделение ГАИ. То есть где-то в районе улицы Ленина, да? Ага, а в 70-е вначале переселилась ГАИ на улицу тогда Энгельса, вот, где сейчас называется... Где преображалась ГАИ, да, сейчас? И если нам представить, то с 50-ми... Ну, когда Вилли поменяли у нас к 60-м годам желтые номера с черными буквами, поменяли на черные номера с белыми буквами, и для личных машин был всего лишь один индекс, это АВИ. Вот представьте, с 60-х по 80-е все персональные машины, они входили вот в эти рамки четырехзначного номера с индексом АВИ, расшифровывалась и индивидуальная машина. Индивидуальная машина? Но в ГАИ, мне кажется, всегда было неважно, потому что, вот я помню, что в раннем детстве у нас просто пошла волна, когда мы вдруг решили всем двором обзавестись номерами на велосипеды, мы поехали в это ГАИ. Это было обязательным условием? Нет, это так, один получил номер, это было круто, такой черный номер на велосипеде, и мы что-то все тоже хотели, и невозможно было достоять в очереди, потому что вот в этом ГАИ на Энгельсе это были огромные дикие очереди, это в начале 70-х за номерами всегда. Я не знаю, что там, кто продавал, купить невозможно было машину без очереди, но тем не менее, видимо, работало одно, ну, наверное, мототехнику в основном. Действительно, вот мы проскочим 50-е, давайте вот к 60-м вернемся, сейчас, собственно, с чего и планировали сегодня начать. Да ничего, повторюсь, ничего. 60-е годы, исходная обстановка, вот, то место, где мы сейчас находимся, вот, на эхе Москвы, это был конец цивилизации, ну, скажем так, относительные цивилизации. Я произнесу, мы находимся в районе Переклёстка Московской, Дериндяев. Да, вот улица Дериндяев, это уже была глубокая провинция, это была не асфальтированная. То есть, вот, на запад туда, на запад туда деревянные. И тут уже деревянные, дома деревянные, тротуарь, Герцена, всё равно может быть трасса Октябрьского проспекта, но за Октябрьским вообще катастрофа, там города не было, там ещё в 70-е автомобили типа Г-69, они в плохую погоду вязли на углу Малина и Горького, не могли проехать. Или там, если в другую сторону, это вот была совершенно непроходимая такая болотина, это Орла Липних, Орловс, и там ещё коммунистический, это Орловс, и Горбачёва вот это вот, у Бутсада, у Заборова. Сейчас это центр Кур. Вот и цивилизации. Поэтому особо-то есть здесь куда. Вот такой известный человек в городе, Марат Львович Апштейн, мне рассказывал, что в Мен надо было ехать сутки в непогоду. Его послали. Это 60-х километров. Сейчас я бы долетел, ну, не торопясь, там, за час сорок. А в непогоду в 60-е, в начале сутки, то есть его отправили в служебную командировку, он сумел сесть на какой-то грузовик, на ящики, под тент, в кузов, и вот сутки в Мен добирались. А то же самое и в Орлов, и в Слободской, может быть, чуть получше было. Ну, в сухую погоду автобусы ходили, в мрачную погоду автобусы, они едва ползли, переваливаясь там из лужи в яму. Ну, поэтому вот, если ездили... А все за автобусы были? Автобусы, да. Позитивые. Это же современные Павловские. То есть тот же самый Павловский. Не современные, они были другой. Я имею в виду существующие Павловские. Другой конфигурации в 60-е. Причем был огромный, было несколько автостанций в 60-е годы, и вот до того, как на Горького появился... Автовокзал? Автовокзал. Одна была, это напротив стадиона «Динамо», на улице Занской, вот перед Свером, там памятник ворцам революции, там была стоянка. Оттуда автобусы отправлялись в сторону, там на Слободской, на Халтурин, в эту сторону. А вторая автостанция была по Ленина, В районе Ленина-Блюхера. Блюхера-Ленина, это вот на южное направление, оттуда, к Пумену и там и прочее. Вот, автобусы были интересные, они были цветные, такие пазики, желтые, зеленые, красные, но основной городской автобус... Мне здесь-то запомнились пазики еще оранжевые. Были? С такими затемненными стеклянами. С дымчатыми стеклянами. С дымчатыми стеклянами были пазики. Это тоже городской автобус. Но основной городской автобус это был к началу 60-х, это ЗИЛ-155. В начале ЗИЛ-155, ЗИЛ-155 переименовали. Это были, в отличие от желто-синих троллейбусов, были желто-красные или желто-вишневые автобусы. Сверху были и овальные форточки, и стекла опускались вручную. Любое стекло можно было опустить, поэтому автобус шел по городу, и дети изо отмахали руками. Там и водители... В теплое время. Да, конечно. И вот в 60-е эти желто-расные автобусы стали вытесняться автобусом ЗИЛ-158. Это был автобус новый, принципиально, с алюминиевым кузовом. Я очень сожалею, что у нас не остались в городе эти автобусы, хотя еще лет 20 назад можно было найти и поставить на постамент. Но это нигде не заинтересовало. За дворках где-то хранились они? Были и в частных полярцах. Вот недавно один ушел из собрания моего приятеля, автобус, который его ждал-ждал. Я пытался, бегал по инстанциям, но это сказали, нет-нет, у нас транспортная структура сейчас в кризисе, поэтому не до того. Троллейбус, в честь и тогдашнего руководства троллейбусного управления, спасли 50-х, 60-х годов МТБ-82 он стоит на территории, троллейбусный, автобус не остался. Но вот я хочу вернуться этим алюминиевым автобусом, старшее поколение их помнит, особенно, когда все были детьми. Особенность автобуса была в том, что переднее сидение было через весь салон, спиной вперед туда сажали детей, и ноги детей, вот они прямо торчали в этих сандалях, ботинках, все, и они, естественно, пачкали одежду входивших и выходивших там. Были инфликты, но тем не менее, вот эти автобусы душные, маленькие, они были настолько маломощные, где-то у меня даже статья была, 58-я статья за ЗИЛ-158, то есть 58-я, это была антисоветская статья, то вполне, если бы раньше при Сталине такой автобус сделали, могли бы пришить статью за вредительство. Потому что, вот я помню, эти автобусы, если они настолько были душные, маломощные, что вот полный автобус и была гора на молодую гвардию, это выше октября, тогда она была замощена брыжником, и вот этот автобус... Сейчас так вот от Карла Маркса до Дериндяева, вот... Да, да, примерно. И он ползет, ползет, ползет в эту гору, все, мощи у него, мощности, скажем, ну я водительский термин, мощности не хватает, и он не может ползти обратно, как тебе говорил, задним ходом, снова-снова начинает штурмовать этот подъем, не может... Это зима? После... Зимой, летом, если автобус старый, и автобус старый, и перегружен, он не мог ползти. Потом, после третьей или пятой попытки водитель плюет на это дело и едет по четвертому маршруту, то есть шестой поворачивал по Молодой Гвардии улице, а четвертый ходил до Воровского, и он в объезд объезжал. Или эти автобусы по Ленина, вот в гору гостиницы центральной, они ползли настолько медленно, что пешеходы их обгоняли. Вот, но были хорошие автобусы. Сейчас, знаете, ситуация, образуется такой затор, бывает, да, что... Пешком, пешком быстрее. Было мало движения, там люди перебегали, там не было вот такого резкого понятия пешеходные переходы. Кстати, в 60-е годы пешеходные переходы обозначались таки, были огромные, алюминиевые, ну, и вот примерно чайные блюдца, которые вбивались двумя рядами в асфальт. вот это был переход. А параллельно, еще такая стрела была из жести, желтое, с красным обрамлением, было написано переход, на доме устанавливалось, вот показывали, такие вот алюминиевые, вот кнопки, канцелярские в стену, только без этого треугольничка прорезаны, вот такие, утыкивались. Это потом стали «Зебру». То есть, даже когда вышел знаменитый диск «Биро» у «Битлз», и там, где в Англии вот уже была «Зебра», то у нас еще были даже на «Театрал» и вот эти алюминиевые кнопки. Что касается горючего, был ли дефицит, и вообще хватало ли его? Был дефицит, но в 60-е, это я не помню, там талоны продавали на бензин, то есть на заправках за деньги не продавали, надо было талоны, был одновременно лимит этих талонов, потом стали продавать где-то ближе к 80-м за наличные, да бензин стоил копей, и вот поэтому, почему вот у детей такое развитие получали вот в 70-е годы и мопеды, например. Да с бензином не было проблем, подходил к любому, там, самосвальщику, автобуснику, говорил дядя, ну, вот бензину ведро, он говорит, да пожалуйста, только сам в трубку соси этот бензин сливал, потому что этот водитель был еще недавно, таким же пацаном гонял на мопеде, и он все понимал. Ну, давайте вот вернемся к технике, в 60-е годы это было развитие у нас, скажем так, байперства, это все были, все стали байперами по неволе, потому что, ну, слово байпер, конечно, не было, все назывались с мотоциклистами, а вот если я говорил, что в 50-е купить мотоцикл было сложно, легче было по почте иномарку, по 60-м наша промышленность стала производить относительно дешевые, доступные мотоциклы, это минс, и завод начал работать. Речь еще не идет об автомобилизации массовой, да? Не, Мотоциклы, в первую очередь, покупались. Мотоциклы, это был мотоциклетный век, то есть, самые дешевые модели, это минс 104, минс 105, вот были, и потом были, появились Вровец, это предтеча восходов, вот имидж, конечно, была, это Ява мотоцикл, это Вишневая Ява, их называют Малинов, там, одно или двухцилиндровые, они были, вот у меня знаком, он у меня постарше, лет на 10, Яву было не купить, и он, люди ездили, например, в город Ленинград, узнавали, что там есть эти Явы, это была мечта, это сейчас, вот какой-то Лексус, он рядом не стоял по популярности, если у человека была такая Ява. И гнать эту Яву из Питера? Не, 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 он покупал эту Яву, вез ее на станцию, эту Яву грузили прямо в деревянные обрешетки на платформу, но оставить ее на платформе было нельзя, потому что ее по пути могли разобрать, и вот этот человек, он сколько там, товарный пояс, он шел медленно, останавливался у каждого столба, и он мерз, мог там, бегал за какой-то едой на станциях, где можно было, и он свою Яву охранял на всем пути, пока там уже на подъезде, ну, где относительно были какие-то дороги, его там контролеры не поймали, и с Явой вместе они ссадили, он не мог с ней расстаться, ему сказали, а вам нельзя, тут нельзя ехать, и он выгрузил Яву, и по бездорожью поехал, вот с таким трудом доставали эти машины, но когда такая группа на Явах с сумками, обвешенными с рюкзаками куда-то в поход, мчались по Октябрьскому, еще не было никаких дивизий, прочих этих рокеров 80-х, а тогда уже это было... То есть город был заполонен мототранспортом? Ну, не то чтобы заполонен, но вот, например, подходишь к центральному рынку, и там все пространство вокруг него было забито мотоциклами, еще мото-велосипедами и мопедами, потому что в 60-е годы промышленность начала, кроме мотоциклов, ну, они были относительно дорогими, появился такой вид техники, как мопеды, мото-велосипеды и мотороллеры. Вот, начали выпускать Рижский завод, который сейчас умер благополучно, это Саркана Звайкзна, красная звезда, вот у них первые, мото-велосипеды, разработал наш умелец велосипедный моторчик, еще был вначале ртыш, который вешался внизу под каретку велосипеда и прижимался к лесу резиновым роликом, но он был маломощный, вот мотор Д4, он уже был вполне такой, и поэтому, вот, это была прямо эпидемия мото-велосипедов, доступный вид транспорта, с них и начинали, бензобак такой, на велосипед вешался, моторчик в гору, крутишь педалишь, потому что он тебя не тащит, и все, мужики приезжали, вот, на рынок, там, с деревень окрестных, откуда, из Никульчина, они могли дважды за день обернуться, привезти, жена торгует, чего-то привезти на этом мото-велосипеде, а требования госавтоинспекция какие-то предъявляла, то есть он должен быть зарегистрирован, обязательно, да? Ну, то же самое, и велосипеды, должен быть права, нет, мопеды не облагались, потом появились первые не мото-велосипеды, а уже мопеды, вот, был Гауя такой, вот, я недавно купил, кстати, в той же Никульчина, для коллекции, сейчас будем восстанавливать, это первый, Рига, Рига-1, Рига-4, легкие, тяжелые мопеды, то есть, потом они перешли в состояние мопиков, вместо педалей появился стартер, вот, ну, мотоциклы, мопеды, и такая техника, мотороллеры, мотороллеры, это был комфортный, такой вид, вот, у нас, ну, это история долгая, конечно, про наш швецкополянский, мотороллер, мавиат, это был очень престижный, такой мотороллер, не требовалось на него шлема, не надо было проходить техосмотры, а техосмотры в советское время, это был ужасный кошмар, это сейчас, вот, если кто бы мог там представить, как часами надо было на улице стоять, и ждать очередь, это все было до 90-х годов, пока вот, либерализация в этом вопросе не наступила, но тем, нужно сделать, по-моему, сейчас рекламу, остановились на Вятку, на нашу, прервемся, скоро продолжим, вот, как раз-таки, про очередное достижение авиатского кваса, я компании Вятича хочу немножко поделиться, с вами, авиатский квас поддержал знаменитую российскую спортсменку, плавчиху, многократную чемпионку мира Европы, Юлию Ефимову, сама спортсменка рассказала о том, что недавно в Лос-Анджелес ей привезли целую упаковку вятского хлебного кваса, удивительно, говорит плавчиха, но после того, как я стал пить вятский квас, меня перестали беспокоить последствия тяжелой ангины, мучившей ее три месяца, я обратил на это совпадение, особое внимание, и пару бутылочек хлебного специально отложила для сбора в Майами, особенно спортсменку подкупило то, что вятский квас это продукт из натуральных традиционных компонентов, в его основе северная вятская рожь, которая дает важнейшие витамины, а калием огней, которыми богатая рожь, необходима для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и поддержания строительства устойчивости, все это подтверждено независимыми испытаниями НИИ питания. Давайте продолжаем нашу беседу с Евгением Питуниным, историк, краевед, руководителем Музея инженерных наук, привет, ГЛУ, президент вятского редко-клуба. Интересную вещь мы сейчас пережили, сказали, 60-е это та эпоха, когда еще такая удивительная штука, как автопрокат появился в нашем городе. Давайте, после вашей рекламы, раз мы находимся в 60-е годы, знаете, где в 60-е годы вятский квас разливали? Где разливали его? Вот в нынешней приказной избе, которая на самом деле питейная. Она не была музеем, и вот там было производство кваса, правда, ее не было видно, потому что она была закрыта такими же складами, которые подобными вот есть с левой стороны и вот так же. И когда ее сделали музеем, то вот эти склады снесли, а раньше было производство кваса. Интересно. Ну вот еще, еще вернувшись в 60-е, хочу сказать, что государство всячески препятствовало появлению машин индивидуальных, потому что ну нельзя было советскому человеку обрастать буржуазным каким-то имуществом. С одной стороны, хорошо, там пустые дворы, там во дворах стояли мотоциклы, их никто не воровал. Компенсировать отсутствие машин в 60-е решили сдачу их в аренду. И в Ирос и Правде появилась статья куда хочешь отай, хоть в Сочи, хоть в Ай. Это была реклама. Слоган такой. Реклама проката машин начала 60-х. Прокатный пункт разместился на углу улиц Ленина и Герцена. Это вот где сейчас будет страховое агентство. Там выдавали внизу Москвичи 403-я, Победы даже, и даже Джип К67 можно было получить. Надо было записываться в очередь. Стоила аренда не так дорого. Действительно можно было взять и в отпуск испытаться на юг. Но вот этот прокат быстро погиб, потому что при дефиците запчастей, при дефиците всего, наши ушлые авиатские люди пытались вернуть машину и поставить туда все самое плохое. Убитый карбюратор, даже двигатель разбирали, неплохую резину и все-все. Поэтому это дело прогорело. Сколько существовало? Год может быть от силы и быстро-быстро все это сдулось. Вот на этом шестидесятые закончились. Семидесятые, ну, семидесятые это время великих строек, тогда у нас появились заводы. В Тольятти появился АМАЗ, вот это. Но с другой стороны, они, они, семидесятые, они вот у меня очень хороший символ. У нас у одной моей одноклассницы была и на камеру еще в школе и нас снимали на пленку начиная с шестьдесят пятого года. В шестидесятые мы смотрим эти древние кадры и все-то яркие, все-то и в цветных шубках, и это расцвеченные, и семидесятые, они-то и серые, мрачные, все в черных баллоневых куртках, все в каких-то этих черных кляшах там темных или цветах и все в олимпи... Ну, в общем, это сумрачные времена, и вот может быть только то, что появились первые жигули, вот я... Когда жигули первые появились? Копеечка, да? Ну да, в семидесятые у нас, где-то в семьдесят третьем, до недавнего времени первый жигуль, который к нам пришел, он находился в городе Слободском, и он был еще жив. Сейчас вот судьба его неизвестна. Это самый-самый первый выпуск, да? Да, самый первый еще итальянские комплектующие, еще резиновый бачок-подомыватель, еще эти формированные колпаки, но я увидел, вот, я случайно шел по той же улице коммунистической Эрла Маркса, и смотрю, что там исключено, какая-то странная машина, странная на вид показалась, а это подхожу, это жигули, ручки были не наружные, они утоплены, этот капот показался каким-то коротким, вот, тогда, знаете, вот еще до самых, наверное, девяностых годов еще, мы уже и спорили, что лучше купить, жигули или москвич, сейчас это смешно, конечно. Я помню, по-моему, такой спор. Я помню, а тогда, бери, конечно, москвич, к нему запчасти хоть есть, а жигулям ничего не достанешь, все, и места москвича больше, и он неприхотливый, вот, жигули, эпеи, и тогда их эпеи имени называли, и жигули. Сколько стоили? Давайте вспомним. Будет даже еще. Первый с жигули, первый москвич, ну, это несколько тысяч рублей, 7500 рублей, нужно, песня была там, где мне взять такую тещу, чтобы купила жигули, и чтобы никто не догадался, что эти деньги не мои. А кто покупал, кто стал первыми обладателями тех же жигулей? Непредсказуемо. Где-то дома продавали, в деревне где-то купили там, где-то, вот, надо было еще и не просто в магазин прийти, а в очереди отстоять. А когда такое явление, как очередь? Да буквально с самого начала продажи жигули. Очередь, я знаю, когда пропала, она пропала в 1984-м, когда стали москвичи продавать, которые уже никому не нужны были. Селись и в Риан, такой, как не рекламировали, 21-40 москвичи, их стали в автолюбители продавать без очереди. Это был 1984-й год. А с той поры, до той поры всегда была очередь. Вот, по-моему, в очереди не было, когда продавали Победы и первые Волги. И продавали еще эти ГАЗ-12 ЗИМ, очень дорогие представительские машины, на них не было. И то тогда, вот, на Волге стала очередь появляться. Ну, 70-е годы, это баржа, Волга, ГАЗ-24. Кстати, неплохая машина, великолепная. Вот она заменила, троллейбусы появились первые. ЗИУ-5 пришли на смену желто-синим МТБ. Люди стояли на остановке, едят старый троллейбус. Не-не-не, вот там, на горизонте, ну, они были красивые, часы были в салоне, все это. Потом, у нас, вот, такси стали меняться, вот, на эти машины. ГАЗ-24, и, нет, это уже 80-е, 80-е партию такси, видимо, решили сэкономить, купили москвичи, но они быстро умерли. Собави читал, в нашем городе. Такой активной деятельности они москвичи не подходили. Ну, поэтому, стали Жигули, Жигули, и самое интересное, что в 70-е гараж нельзя было купить, если у тебя не было машины, а машину покупать боялись, потому что могли снять все. Как воник, кто тебе там, папа, что такое багги, ну, багги, это такая машина без дверей, без стекол, без опота. А, знаю, вчера дядя опять я Жигули во дворе оставил, утром просыпаются багги. Снимали все аккумуляторы, бензонасосы, даже у Лозы, по-моему, песня была такая, как у него Жигули разбирали, разбирали, и папа психолог. Милиция, безусловно, росла на все эти инциденты. Ну, там их было столько, да и, по-моему, бесполезно было заявлять. И вот, и поэтому люди покупали в 70-е годы мотоцикл, чтобы хотя бы, имея документы на мотоцикл, можно было бежать куда-то там в райисполком и вставать на очередь в гараж. Потом уже возможно заводиться. Потому что надо было гараж, в гараже ремонтировали все, держали резину, резины тоже не было. Чтобы у нас поменять резину, надо было, вписывали каждую покупку нового комплекта Лез, вписывали в техпаспорт, и поэтому мог гаишник остановить тебя, открыть твои документы, там, такой техпаспорт был, книжечка, и тогда еще и сказать, так, гражданин, объясните, где вы взяли новую резину, почему у вас не вписано. Поэтому новые не купить, а были такие, ну скажем, не шиномонтажи, а были такие заведения, где могли принять у вас старые лысые покрышки и наварить на них новый протектор. Вот эта вся фигня, это не балансировалось абсолютно, но какую-то функцию выполняло. Вот иногда они даже попадаются мне вот, в частности, я недавно такую достал, надо ее в музей отнести, это покрышка на Г-69, вот она с наваренным протектором. Ну и уж, конечно, никакой речи не было. а зимние эти зимние. Более, да, шипы, это было такое понятие, и это там растлевающее от сытости буржуи на шипах от них доездят. Ну и дороги, конечно, и солью они мало посыпались, были белые, белоснежные, чисто ездили, от их, движения было мало. Вот, чем интересно, 70-е появился знаменитый, легендарный магазин автолюбитель. вначале были отделы, которого сейчас нет, к сожалению. И закрыли негодяя, и такой магазин закупили. Там продуктовый магазин, да, да, вначале он был в известных спорттоварах, вот здесь, на Котярском проспекте, были отделы Победа, Волга, все, эти же отделы с таблички мы уехали в магазин. Мы школьниками ездили в него на экскурсию, то есть было очень интересно посмотреть и все. И самое любопытное, вот в 80-е уже годы, когда были пустые прилавки, у меня есть фотографии, скучающие продавцы, продавалось, требедение, а что-то серьезно. А в 80-е появились первые продавцы, знаете, вот так вот пол, когда открываешь, и там у тебя эти детали, запчасти, или подходили, спрашивали, что для Жигулей, что для москвичей. И вначале это было все тайно, все это нужно было прийти, переплатить, и там деталь, люди ездили специально, вот брали, если у тебя Запорожец, то брали, например, отпуск, запчастями, запорожец, в 80-е годы. Кстати, автолюбители были единственными в области вообще, со всей области Там были отделы, там помода запчастям, что-то там новым, в авто. А в 80-е годы, когда уже относительно вот так все это отпустили, там возник такой стихийный авторынок, и там стали продавать уже более-менее, не убегать при появлении милиции, не разбегаться, стали лояльны. А потом в один прекрасный день взяли оттуда всех, изгнали. Люди приходят и пусто. А куда делось? А всех переселили на территорию нынешнего авторын. Появился он в 90-е годы, но мы чуть вперед забежали, но это интересно. В ту пору, кто помнит авторынок, это было совсем другое понятие. Это вот сейчас площадка там частично заасфальтированная, частично засыпанная, стоят автомобили. А тогда это была огромная грязная площадь, и были... Боле такой. И были... И это сараюш, и были... И это люди стояли на входе, хватали тебя за руку и говорили, мужик, что по москвичу, что по жигулю, что по запорожецу? И тащили. И если даже у них не было, спрашиваешь, а мне на запорожец нужна защита рельефа. Она была не пластмассовая, как все привыкли, а была из иконного железа, клеопластины. Он говорит, нету, сейчас принесу. А он знал, где есть. Эти люди назывались бегунцы. Они вот, у них нету. Он бежал куда-то соседу, у него хватало эти детали и делал накрутку небольшую и тебе продавал. То есть, это была целая эпопея. Этот авторы, он заслуживает какого-то внимательного изучения, потому что тогда люди поднимались из небытия, делали бизнес на запчастях, покупали за год квартиру. Причем, интересно, если там налоговая или милиция, то если у тебя есть патент на торговлю, тебе штраф, к примеру, 3000 рублей, а если ты торгуешь, у тебя нету патента, у тебя 30 рублей всего лишь. Евгений Альбертович, удивительно, да, интересная беседа, но, увы, завершается у вас с вами программа. Продолжен через две недели. Союз не решен. Конечно, безусловно, мы можем продолжить. Благодарю его гостя. Я надеюсь, хоть немного было интересно нашим слушателям. Евгений Петонин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук. Привет, ГУ, президент Вятского ретро-клуба. Всего доброго. Удачи на дорогах.